3 июня 1968 года, недалеко от района Темпа-даль-Претта, около полутора километров южнее Посейдонии, Марио Наполи обнаружил в небольшом некрополе прекрасно сохранившуюся единственную архаичную греческую гробницу, окрашенную иллюстрированными сценами, документированными до настоящего времени в Пестуме. Археолог отметил, что вторая гробница, обнаруженная и раскопанная в том же районе, с подобными характеристиками, была всего лишь обмазана грубой штукатуркой и, следовательно, не имеет никакого отношения к первой гробнице. Гробница ныряльщика, чей гроб восходит к 470 году до н.э., украшена основной плитой, иллюстрирующей известную сцену ныряния. Боковые плиты демонстрируют некоторые сцены из «Симпосия». «Симпосий» иллюстрируется в последний момент банкета, когда люди приступили к «Отиуму», наливая вино, где присутствует ротизм, музыка, пение и игра в коттабос. Эта игра заключалась в умении направить остатки вина из одной чаши в другую. Сложная структура образа всегда считалась выражением негибкой формально-логической функции на глубоком психологическом уровне. Эти фигуры, нарисованные двумя ремесленниками на слое свежей штукатурки, показывают подготовительный рисунок, реализуемый с помощью острого инструмента, необходимого для выполнения иллюстрированной композиции. Все исследователи единодушно утверждают, что главная сцена символична и что ныряние не может рассматриваться в качестве реального события погружения в воду, иными словами, спорта, а должно быть расценено как метафорический переход от жизни к смерти. Те, кто читал визуальное повествование в иконической интерпретации, которая восстанавливает культурный контекст, глубоко укоренившийся в культурной поэзии и в мифической традиции, может установить связь между периодом симпосия и актом ныряния, доказывая таким образом, что пиршественный опыт симпосия с наслаждением музыки и эроса может быть ассоциирован с нырянием в море, как погружением в другое измерение знаний. Статус человека, похороненного в этой гробнице, пока неизвестен. Могила принадлежит к небольшому центру, населенного в южной части города. Эта гробница, вероятно, принадлежит к лицу семейного круга, не очень хорошо интегрирована в гражданский корпус города.